Мусорная контейнерная площадка напротив дома 1А в поселке Развилка давно не дает покоя местным жителям, живущим рядом. По их словам, сюда свозят мусор со всего поселка. Причем не только твердые коммунальные отходы, но и строительный, а также крупногабаритный мусор. В итоге образуются завалы, запах от которых доходит до окрестных домов. Мы ночевали на этой площадке для того, чтобы тормозили людей, штрафовали, чтобы сюда не... Здесь у нас стояла народная дружина всегда. Здесь постоянно жили и жители, и мы. Мы со всего поселка соберем мусор, принесем его сюда жителям вот этих домов. Кушайте, питайтесь на здоровье, нюхайте. Но это не интересно никому, и зачем это делать. Местные жители при поддержке начальника территориального отдела Картинский Андрея Извекова и депутата Татьяны Вуевич обратились за помощью в администрацию округа. По поручению Алексея Спаскова разобраться в ситуации приехали первый заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин, заместитель главы Елена Лобачева, представители Дорсервиса и депутатского корпуса. На встрече жители рассказали, как видят решение проблемы. Для крупногабаритного мусора, я считаю, что нужно сделать отдельную площадку, чтобы повесить везде объявление, что для такого мусора есть площадка специальная там. Будьте любезны, пожалуйста, возите туда. А помойки, как мы есть, так и пусть есть, они будут. Никуда не деться, людям же мусор нужно выносить. Ну и желательно, конечно, сделать под ключ всем, чтобы кто живет, тот пусть и пользуется. Взвесився за и против, было принято решение организовать индивидуальный доступ к контейнерной площадке по ключу. Мое предложение – ее развернуть, поставить спиной к дороге здесь, а здесь муниципальная земля. И оградить забором по периметру, чтобы здесь можно было только... Каким образом мы исключим вот это безобразие, если мы ее развернем? Ну, здесь не будет подъезда, потому что шлагбаум мы оставим. А шлагбауму одного будет достаточно для того, чтобы... Конечно, а мы по периметру оградим забор. Также жители попросили спилить сухостой около контейнерной площадки и разобраться со стихийной парковкой напротив хозяйственного магазина, мешающей безопасному движению пешеходов. В этом месте тротуар прерывается, и жители вынуждены идти по проезжей части. Этот вопрос решили прямо на месте. Я согласование с собственником получил. Тогда сейчас мы дадим поручение, этот забор вот на метр или на полтора метра сдвинем, и машины встанут нормальные, у жителей будет спокойный проход вдоль этой дороги. После переноса забора тротуар вдоль проезжей части продлят. Для парковки также найдется место. Альберт Гравин заверил, что все вопросы будут решены в ближайшее время. Взяли месяц до 10 сентября. То есть это связано прежде всего с перемещением мусорной контейнерной площадки. А все остальное здесь, собственно говоря, в руках. Вот теперь начальник территориального отдела Андрей Александрович, который будет это контролировать вместе с депутатским корпусом. Таким образом, за одну встречу удалось обсудить и решить самые острые проблемы жителей этой части развилки. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого.